Тринадцатый номер Батэ. Егор Пархоменко, пятый номер. Контролирует снаряд. Игроки сборной. Подача. Неплохо. Вышло. И там уже готов был завершать Максим Кунский. С огромным трудом у Некрашевича бывает мяч за пределы. Розыгрыш на этот раз. Снова. Ю-19. Атакует через подачу. И такой вот невразумительный удар головой. Завис игрок. Мания тактические. Есть небольшие грешки на начальном этапе с техникой. И хороший удар издалека. Приложился снова Кирилл Чернов, пока самый активный игрок. Усиливал фланг. Он является игроком, который играет на краю защиты. Перехват у нас. Максим Кунский с мячом. Кунский. Утар по воротам. Ну нет. Параллельно. Ворота мяч прокатился. Поборолся. Захари. Зацепился за мяч. И вот уже мяч оказался у Максима Санца. Есть открывание. Но Санец берет игру на себя и бьет. Да. Как только почувствовал шанс, возможность пробить. Сразу же у защитников. Здесь уже, конечно, многое зависит от нападающего. Который может сбросить мяч. Либо зацепиться за него. Егор Карпицкий. Его шансик. Выйти один на один. Не успевает за ним. Патершук падает. И в центр пас отдает. Удар от Максима Кунского. Не получился удар. Первый тайм закончился. Давайте немножко отдохнем. Играет под нападающими. Отобрали коллективно. Прострельный пас. И падение. Неужели пенальти? Ну, либо желтая карточка. Да, действительно, желтая карточка отправляется защитнику. Я мог предположить, что и нападающий мог за красочное падение. Получить эту желтую карточку. Ну, нет, обошлось. Заработал у нас пенальти Егор Шитько, недавно вышедший. А исполнять Ковалевич против Кирилла. Разбег Ковалевича. Удар. И практически спасает Кирилла. Но все-таки мяч оказывается в сетке ворот. Поздравляем Ковалевича. Он забивает снова за сборную U19. Настоящий лидер команды, раз уж так много голов на его счету. И получает свою заслуженную порцию поздравлений. Хотя не можно точно так же поздравлять Егора Шитько, который этот пенальти заработал. Да, все правильно. Капитанская баска у Ивана Лихридан. Будет опасный момент. Амиринчук. Амиринчук. Подача. Мягкая подача. И слету попытка пробить. Это годорождение. Насокович. Классный пас. Крытый на СОСО. Морозов. Нужно обыгрывать. Морозов. Прострел. Там никого не оказалось. Снова Морозов удар по воротам. И здесь блок ставят игроки. Высоченым центральным защитником. Получилось неплохо. На лево Морозов. Одно касание на Корзуна. И не было офсайда. Чистенько сыграно. Корзу. Морозов открывается. Но дальше на СОСО. Бас. СОСО бьет. И вратарь отбивает. Морозов и стал заметен в втором тайме. Потому что в основном вся игра шла либо через центр, либо через правый брод. Руслан Сокович. Руслан. Заброс. Годвин. Годвин удар по воротам. Справляется Денис Селицов. И мяч летает. И даже часто не мячами. И даже часто без обыдь. Рейтинг сработал от Ю-19. Удар по воротам. В дальний угол. Направлялся этот мяч. Но не попал Артем Шуманский. Сильно старается. Во-вторых, конечно, обостряет. Нагнетает обстановку бесконечно. Говорич. Хороший пас. На дальнюю штангу. Удар. И спасает ворота Глинский. Снова за Ю-19. Сейчас повезло, конечно, что второй угол не пропустили. Следующая передача Говорича. Хорошая получилась. Сейчас тоже здорово. И снова опасный момент у ворот. На Егор Кириллова. Не ошибается. Годвин. Пас на Дмитрия Лисаковича. Хороший пас. В одно касание Морозов. И неплох. Корзун. То, что требуется. Сегодня не удается на уровень собирать Лучуку. Много ошибок. Есть позиционный. Технический. Тактический. Удар поворотом забивает все-таки Корзун. И передачу ему кто отдает? Глинский. Кажется, он. Восьмой номер отдает передачу. А Корзун в одно касание бьет. И на этот раз уже ничего не помогает. Ю-19. И сейчас обороний. Посмотрите, как здорово оборону вернулась. Сочи уже всей командой они находятся на своей половине. И готовы встречать соперника. Со спостертыми объятиями. Туманов за счет лежащего игрока сыграл. Есть пас отличный. Очень долго принимал решение. Восемнадцатый номер Артем Шуманский. И первым командам Ковалевич всегда есть. Рядом. Как помощник. Шитько. Кузнецов. Отличный пас в разрез. Нужно обострять игру. Снова у нас Шуманский бьет. Еще один удар. И добивание. Двадцатки. Тут туманов. Кяп будет закономерным результатом. Но немного поинтереснее. На мой взгляд, сыграла сегодня сборная Ю-19. В любом случае, у парней еще все впереди. Главная их задача тоже впереди в Венгрии в 2022 году. Так что будем надеяться, что в недалеком будущем команда сможет себя проявить на лучшем образом. Желаем им удачи, успехов. И пускай будут рождаться новые звезды в нашем городском футболе. С вами был сегодня комментатор Михаил Горнак. И всем пока.